прежка доводится вместо сцен с вами поговорим про масло почему с ним с этим маслом столько много вопросов проблем и почему люди тупят при его применении эксплуатации и так для начала посмотрим на опрос наших зрителей какому масло вы доверяете в российской федерации лидер у нас лукойл потом газпром потом рост нефть они потом так нефть потом рост нефти и иные масла почему так много вы доверяете лукойлу объяснить пожалуйста чем это связано я пока не понимаю есть наметки но лучше узнать у вас у людей что вам больше нравится так че масло лучше люди выбрали германии потом россия потом европа чему германии европа тут разные потому что есть чисто немецкие масла есть европейские там франция и другие страны поэтому поэтому я их развел в разные стороны азия и америка кстати азиатские масла они очень хорошие смотрите ролик на канале про масло им там есть нюанс допуски масел увидим 502 самый выбранный у нас на 504 потом жертвы 508 допуска и дизель у нас очень мало муж российской федерации немало дизельных машин но это скорее всего люди кто смотрит нас из европы идем дальше вязкость масла 5 вы 40 литер потом идет 5 вы 30 лишь потом идет 0 вы 30 потом ух 0 вы 20 у нас выходит и 0 вы 40 вообще так мало будет вообще глупо исполнишь и я сам позже все объясню почему это глупо так тут у нас моторок мы видим у нас очень много 14 потом на свет как как ни странно атмосферник потом у нас идет 182 литра и супер современный джеки которые за границей давно уже супер современный свой четыре процентов опрос был в тысячи людей и так в чем есть нюансы ладно давайте поговорим про допуске за второй допуск почему управлять 502 дупо старый который данным давно загнится уже не применяется вы наверное надеетесь что это массу защищает ваш мотор из очередь допуска защищать не хуже ну если скажем так не доказано что хуже но у нас есть тесты в апреле где-то через неделю вы увидите некоторые моменты по 500 допуску если у вас мотор да уже с пробегом старенькие то как бы по логике вещей нужно маслица погуще это вторым например но более густое масло имеет больше расход топлива толстая пленка это не значит что там очень хорошая защита оператор допуска такой же исчез как и упсет 2 допуска три с половиной единицы это означает что защита будет та же самая что то есть мой допуск это глупость вообще это жижи вода вот по сути был 502 допуск и чтобы снизить расход топлива придумали 504 допуск но с такими же почти параметрами но экономит топливо пожиже потом 504 допуск показался им не так уж и экологичные все это 5 экологии они придумали 508 допуск еще больше разжижили масло и вот это вообще полный крах вою я ведь вообще не предлагаю никуда да там начинается вот есть специальные моторы с мелкими типа зазорами но это не факт и типа для 508 допуска придуманы новые масляные насосы да есть два типа насосы это рассказывать обычные насосы двухступенчатые что применяется старых моторах это шестерны и такие же двухступенчатые насосы есть в новых моторах шиберные до шиберные насосы они предназначены для работы с более до шиберные насосы предназначили работы с более жидкими жидкостями менее вязки но такой нюанс больше всего что боится шестерный насос это продукты износа вашем масле те же самые продукты работы двигателя грубо песок всяким взвеси шестерни расходуются и когда моторы переводят на эксплуатацию массе long life который записать 4 допускает 8 допуск они имеют большую степень загрязнения масла из-за того что пробеги в лесу вдвое вообще значит такое как сказать гибкий сервисный интервал этого как раз 508 допуск этот товарищи вам расскажу позже и короче в этих маслах больше получается продуктов износа и чтобы шестерный насос не сдох на это масло поставлен шиберный насос который более стойкий к жидкостям сообразим материал вот и вся фишка как выясняется да я говорю что эти насосы способны для жидких жидкостей такие есть но и они могут применяться с такими же успехом и с более вязкими жидкостями просто они будут служить долго но только момент можно подобрать 502 2 допуск менее плотный и он будет схож 504 есть 508 допуски которые по вязкости в по 848 единица это уже вязкость 502 допуска так что ребята масло масло розни у что раз про это говорил смотрите плейлист про масса где детально рассказано какое масло что из себя представляет и показаны какие параметры необходимо обратить свое внимание чтобы не оказаться дурачком союл клуба и другие болванские сайтов ресурсов где там просто красивые картинки какие-то вшивы анализы которые никого не нужны нет никакой разжевывки по материал каждое масло будет служить по разному в все моторы разные по этому путь у каждого масла свой индивидуальный не загадит это масло у меня вот не угорало а у тебя будет тоже не угорать не факт вообще новое масло новая история жизни вашего мотора вашего масла все по-разному ладно так разобрались короче это второе допуск это допуск это масло очень схожие по защитным свойствам практически одинаковые но на 504 допуске вы будете иметь экономию топлива а вот на 508 допуске вы будете иметь ушатый мотор вот и все что я вам скажу да обкатку пройти можно не больше может у меня сейчас сейчас такой же масло залито в моем моторе я каждый раз делаю анализ масса смотрю в состоянии спрашиваю мотор как ты там это еще терпишь нормально еще потому что если вы катаясь на 508 допуске стали жертвой этих форумов или веры в то что volkswagen вам друг ну извините вы просто болван они извините вы просто болван я так заявляю что это глупость вы свой мотор ушатывать и кто будет купать машину обязательно спрашивайте на кого допуском кататься и расскажет я катался на 508 допуске по новому регламенту не покупайте к мотору вы будете иметь проблемы потом у вас будет масло жар для нас по другому что самая плохая защита 508 допуска кстати 500 1 допуск никого нет почему-то и так в чем проблема у вас с выбором масла я сто раз говорил в чем разница между нулевочкой и пятерочка вот вы тут показываете что у вас в большинстве случаев выбирайте 5 в 45 в 30 в чем ваши проблемы в том что вы сами для себя покупаете заведомо худший продукт пятерочка это хуже низкотемпературные характеристики масла но не надо там ерунды вот из 40 вычислим 5 даму до минус 35 это для идиотов для болванов такая арифметика у масел есть такой параметр россии с это индус проворачиваемости холодную про это способность насколько легко ваш к нам оба права ворачиваться в замерзшем масле при минус 35 и индус мрв я помню 3 нас прокачиваемости насколько легко ваше масло будет прокачиваться ваших масляных системах и чем этот параметр меньше в единицах но мы все показал 5 плеерис про масло все смотрим нам умнее развиваемся тем лучше ваш мотор будет чувствовать себя при запуске зимой а что это означает означает что ваш мотор быстрее выйдет на рабочую температуру означает что вы потратите меньше топлива для того чтобы мотор начал же правильно работать рабочих диапазонах вам потребуется меньше энергии чтобы прокрутить ваш холодный мотор холодном масле это в общем вас будет экономия каждый день каждый холодный путь вас будет экономия понимаете а вы сами покупаете более худшее масло пятерочки сороковочка там в зависимости от бренда бывают довольно таки серьезные значения разницы так что вы сами для себя покупаете хуже масса даже если живешь краснодаре купить себе 0 в 30 все черт пуск или 0 в 40 все второй допуск у тебя просто зимой будет лучше масло себя чувствую даже принес 11 на будет более жидкая чем тоже сам масса с пятерочкой ты будешь лучше эксплуатировать мотор меньше износы меньше расход топлива меньше затрат меньше времени затратить на какую-то поездку у тебя мотор будет быстрее в температуру ты быстрее можно раньше может нажимать педаль газа в полную топку напоминать 50 градусов масла в двигатель может крутить двигатель более-менее на две трети по коробке там ну хотя бы в плюс он вывести если у вас автомат или dsg все показывал на канале короче ребята не тупим а вот опять вот 0 в 20 ну зачем вы применяете это масло для чего сливаете его нафиг выкидывайте и сейчас будет чуть попозже момент такой чтобы у вас прям этот все вот любитель 0 в 20 просто обалдеть и другие допусков ободрите ладно так мы как понимаю у нас опять старенький моторчика у нас у всех любимые и джеки напоминает c чипа цс да практически одно и то же то же самое что и джеки ей кто думает у него больше полка момента это все ерунда я показывал замеры по графикам скоро разберемся с 1820 там тоже есть момент и вот например мне в руки попала такая картинка интервалы замены масла не интервала допуски по маслу и объем в двигателе вот нас 2 . у нас 5 и 7 типа cс да цжи ты как его там это европейский насколько помню да да цзая-то мотор с отключаемыми цилиндами ци за это двух литровый 180 сильным и так объемы масел на cс до запомнить нужно 4 литра 200 миллилитров полу для значит и здесь 5 из них не пальцы из 5 и 9 но я и в я проверили что 40 это будет у вас понимаете ниже середины уровня и вот написано на немецком языке интервал гибкий интервал замена маслом у всех старых моторов как мы видим 500 черт допуск никакого 508 здесь нету и близко у цзп это с 8 силы сок там моменту и уж не помню 320 он тоже то здесь мой допуск до гибкий что значит гибкий интервал он до увеличен до 60000 они до 30000 километров и два года по годам сейчас сейчас пошли масла уже до 50 60 тысяч тоже эти long live ские масла типа там ты можешь пока он ездит как многие бамбуки думают 60 тысяч километров или там 300 метров неж так гибкий сервисный интервал означает что владелец сам должен контролировать масло состояние если масло у вас проехал 15000 вы делать анализ и еще она может ходить вы идете дальше существует как говорится вечно не видел машины которых стоят датчики состояние масла у меня на 8 я вот открылся там в диагностике там есть параметр состояние масса но он не включен старение масла он когда у вас стоят дайте к старине маслом да да ну да не час в россии брать в ухо стоят поэтому мы применяем капельную методику вытяжки спокойно контролируем масса вот я сейчас контролирую песочек допуск скоро роль на следующей неделе и чем заметь эти масла фиксированный допуск по маслу 502 у всех у всех это данные на сколько мы сказали на 2021 год знаете эту подставу на во все по все по все эти моторы volkswagen sound как можно лить 500 второй допуск мир повернулся с ног на голову да а как же насосы а как же плохое поступление масло а как же все это а это все идет лесом потому что я вам еще раз говорю пусть погене работают некоторые люди которые готовы типа системы такие же люди которые написали рукой с эксплуатации в старом что нужно давить педаль газа только когда масса уже писать раз в поддоне эти же люди в немецкой этой программе кодом элька у кого эльза они написали вот эти вот параметры 502 допуск допуск из выведен это для болванчиков которые верят то что он лучше его применять вообще даром не нужен для вам просто говорю что только идет добровольно за свои деньги будет лить с 8 дубу свой мотор тем более в старый такие как ты за я ты сдать из ассоциации вот этот это вообще надо быть идиотом просто да можно можно налить там пройти обкаточку там сок там две с половиной три тысячи и слить у кедра не фене они вообще нельзя давить тапку в пол не больше трех тысяч оборотов потому что не очень плохая защита 2 2 2 6 единицы исчез и при нагреве потому что пленка лопнет и будете сухой тренинг получать напросто из этого масла еще быстрее вас остарится и помрет за сухой тренинг у вас будет износ колец там с клопачками проблем будет расход масла куча проблем все поняли товарищи что вольтсваген нам все эти годы брала я он говорил правду вам товарищи раз мы все так дружно помнили пока что я остаюсь на канале с ассен ютубе но возможно скоро поменяю все это потому что мне не нравится политика которая распространяется на этом ресурсе в отношении граждан российской федерации план творче до свидания всем добра